Расплакали святыни в храмах Украины Были братьями, а врагами стали ныне Пятый рик льется кровь и где вина Между державами еще была одна И никому безумие это не остановить Здравствуйте, как вам песенка, как вам певец? Сами догадаетесь или объяснять надо? Но я думаю, что все-таки лучше объяснить, чтобы мы друг друга правильно поняли Я хочу объяснить вам, что все в ваших руках Что на самом деле ничего за вас еще не решено А мысли о том, что за вас кто-то что-то решил Вам в голову вбивают те, кто как раз и пытаются Пытаются отнять у вас право выбора И за вашими спинами переделить страну на свой лад Что из этого получится? А из этого получится, что вам, мне, вам, всем, нам В стране это место просто не найдется Ни нам, ни нашим детям, ни нашим внукам В общем, сами решайте С какой вы стороны Со стороны тех, кто сам решает за себя Или со стороны тех, за кого уже все решили И предрешили, и все поделили Если вы с правильной стороны Если вы верите, если вы уверены, верите прежде всего в себя То тогда не поленитесь зайти в описание этого ролика Там реквизиты счета, на которые я собираю 2,5 миллиона гривен Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в президенты Украины Ну а если вы считаете, что победит кто-то из первой четверки Или из первой шестерки И другим вообще рыпаться не стоит И нужно вот выбирать просто из сортов дерьма Хочешь козьих, хочешь коровьих Ну тогда В общем, у каждого свой вкус Это точно не мой вкус Ну а что касается этой песенки, этого певца Честно говоря, существование этого певца Тем более его песенки Песенок он вообще, оказывается, поет много Я мало что знал Уже знал, что есть такой пропагандист Который время от времени появляется на русских каналах На украинских каналах я почему-то его не видел Ну и там поет ровно по темникам Петра Алексеевича Порошенко Но не интересовался я этим персонажем Просто в силу того, что я вообще очень редко смотрю телевидение русское Меня больше интересует украинское телевидение Которое накрывает Украину и накрывает мозги украинцев Именно с этим воздействием я пытаюсь бороться посредством своего ютуб-канала Но этот перец, он на украинских каналах не появлялся Но с ним вот зацепился Зацепился мой товарищ Алексей Журавка И он говорит, ну посмотри, ну обязательно посмотри И я посмотрел, вчера посмотрел Снова, конечно, на русском телевидении Но красавчик, понимаете Вот чуть-чуть больше мешков под глазами Чуть-чуть нос покраснее Текст можно не менять Вылитый Петр Порошенко Патриарх Кирилл встречается с покойным Захарченко Благоставляет только одну сторону А как же ж эти прихожане И понимаете, и когда мы стоим на службе в церкви И любая служба заканчивается словами С благословения Кирилла Возникает вопрос у жителей Украины Ну как же ж благословляет Кирилл, если он не благословляет наших братьев Наших соседей, родственников Те, кто сейчас воюет на передовой за свою независимость Я таки не отношусь к фанатам Патриарха Кирилла Я не слежу за всеми его речами Но уверен, что если бы он что-то такое сказал Ну вот, например, такое, как говорил Филарет Так вот, если бы Кирилл сказал нечто подобное То это бы наверняка подхватили и растережировали все украинские И не только украинские средства массовой информации Например, Патриок Голос Америки Туда бы это наверняка тоже попало Ну как же, русский патриарх призвал кого-то там убивать Богословил на убийство Украинскому патриарху это можно Русский патриарх себе такого не позволяет Может быть, у них разная трактовка Того, что написано в Библии И то, что проповедовал Христос Может быть, но В общем, я не помню, что патриарх такое говорил Что касается встречи Захарченко и Кирилла Я помню, была такая информация В конце 1917 года прошла о том, что Кирилл Общался и с Захарченко, и с лидером ЛНР Только предмет общения был несколько другой Гуманитарный предмет общения Общались об, ну в Украине это называется Заручниками, военнопленных В общем, о людях, которые потеряли свободу Вследствие войны на Донбассе Как с одной, так и с другой стороны И речь шла об обмене И Кирилл выступил в качестве посредника При осуществлении этого обмена Помнится, даже Петр Алексеевич Порошенко Упоминал об этом Правда так, в полголоса, дабы никто не запомнил и не услышал Но сказать, видимо, нужно было это Вот эту встречу я помню Впрочем, это помню я А вот пропагандист, который пропагандирует За деньги русских новоподельщиков Вот он этого не помнит И проиграл потом уже как священник И патриарх Кирилл войдет в историю мирового православия Как человек, который уменьшил зону влияния своей церкви А Порошенко войдет в историю мирового православия Как человек, создавший автокефалию Украины Вот вы могли даже услышать, как журналист Украинский журналист Владимир Корнилов Вынужденный эмигрировать из Украины Напоминает как раз пропагандисту О том, что Кирилл встречался для того, чтобы провести обмен пленных И обмен пленных, кстати говоря, был успешно проведен Но пропагандист не слышит У него свой текст Наверное, утвержден в администрации президента Порошенко Нужно рассказать о выдающейся роли Петра Алексеевича О том, что он создал автокефальную церковь Войдет в историю Я не знаю, как насчет автокефальной А как создатель автофекальной церкви Это цитата Петра Алексеевича Он так эту церковь неоднократно сам назвал Так вот, как создатель автофекальной церкви Он наверняка войдет уже Вошел, вляпался Украина рассматривает получение от Томаса об автокефалии Как духовное продолжение Какое-то духовное развитие В России рассматривается этот же факт Как некую какую-то обиду Боль и раскол А на самом деле все с точностью не так Вы рассматриваете это как политическое поражение Какое-то определенное Вот теперь Украина от нас откололась Украина откололась еще в 1991 году Потрясающая вообще особенность От украинских пропагандистов Вот у всех я заметил Начиная от Петра Порошенко И заканчивая вот такими вот персонажами Которые там ездят по русским телеканалам Зарабатывают Они лучше всех знают О чем думает Путин Лучше самого Путина Путин подумать не успел А они уже знают Россия о чем думает Кремль о чем думает Кирилл вот Патриарх о чем подумал Тоже знают лучше Чем сам Патриарх Кирилл Да вообще я смотрю Вот украинские блогеры Ну те, которые Правильные Я-то не правильный Украинские блогеры Правильные Которые поддерживает Администрация президента Минстед Так вот они Главный акцент В своих блогах Делают как раз на то Как плохо живется в России Я уж не знаю Живется ли плохо в России Или хорошо Но те проблемы О которых они говорят В Украине точно существуют Причем они раз в 10 Больше чем те Которые рисуют в России Но украинскими проблемами Эти персонажи Предпочитают не заниматься Вот конкретно взять Этого персонажа Интересная биография у человека Он зам Работал до недавнего времени Заместителем мэра Города Очаков Фрайт-центр В Николаевской области Находится на берегу Черного моря Когда-то этот город Был славен тем Что рядом с Очаковом Был найден Древнегреческий город Ольвия Ну а сейчас он славен тем Что в Очакове Строится ударными темпами Строится военно-морская база НАТО А остальное Ну какие риски Что можно назвать Из-за примечательности Очакова Ну тепла нет Ну с горячей водой Тоже нет ее По определению Дороги там плохие Инфраструктура убитая Ну так это ж не особенность Это каждый районный центр В Украине Ну или почти каждый районный центр В Украине Такой Но об этом в Украине В принципе не принято говорить И этот товарищ Рассказывая о проблемах России И о чем подумал Кирилл Конечно же не будет рассказывать О том Что он сделал с Бердянском Ну а теперь почему Собственно говоря Я о нем вспомнил Да опять-таки Исходя из-за конфликта Который возник между ним И Алексеем Журавка Алексей Журавка Еще раз напоминаю Это очень хороший человек Кто не видел Вот посмотрите предыдущий ролик В предыдущем ролике Очень неплохое интервью Получилось с Алексеем Журавка Очень позитивное Особенно нужно посмотреть Это интервью тем Кто Кто вот считает Что он ни на что повлиять не может Что он маленький человек Алексей Журавка Человек без одной руки Без двух ног И он очень серьезно повлиял Как минимум на свою собственную жизнь Добившись очень многого Выйдя из простого Уже постсоветского детдома Да так вот Между ними состоялась Заочная дискуссия И я хочу показать вам Пост в фейсбуке Который был удален С страницы Алексея Журавка Ну за то что он нарушает Правила сообщества Я его здесь вам покажу Прочитаю Вернее текст покажу И прочитаю Сообщение уже удалено Ну а вы сами посмотрите Из-за чего этот пост Стоило удалять Или не стоило Дорогие друзья Я убеждаю Что социальные сети Это серьезное оружие Особенно когда Они находятся в честных Совестливых Порядочных руках Как говорится Можно и горы свернуть Но в плохих руках Бессовестных И бесчестных Можно все разрушить Как это происходит В моей любимой стране Украине Дорогие мои читатели И друзья Огромное спасибо И низкий поклон Вам всем От всей души Мое открытое письмо Которое я недавно Написал Гордею Белову Дошло до адресата А я его прочитал Мне удалось с ним После этого Побеседовать по телефону Удивительно Он меня узнал Думал Я что он захочет Со мной встретиться Побеседовать О правде жизни Посмотреть мне в глаза Но не тут то было Совести у него нет На какую то политику Он начал спирать Обиделся на меня За какие то обвинения Наверное правда Глаза таки колет Вот из за таких Моральных продажных уродов Один народ Воюет внутри себя То есть гражданская война Жаль мне этого человека Гордея до конца Не понимает Что ему за все свое вранье Придется нести ответственность Перед тем народом Который он обманывал Дезинформировал Разжигал ненависть Друг к другу Между гражданами Украины Я же как человек Остаюсь при своем мнении И хотел бы повести Белова на Донбасс Чтобы он увидел Своими глазами Те ужасы Которые натворили Главные военные преступники Турчинов Порошенко Порубий Яценюк Гройсман Тягнебок Пашинский Кличко Гелитей Грицак Наливайченко Аваков Тимошенко Корбан Филатов Кламой Масичук Ярош Поросюк И другие Я хочу чтобы ты гордеешь Знал что скоро придет время Когда ты будешь называть Их военными преступниками И убийцами Но тебя Но тебя все твои эфиры В которых ты реально защищаешь От кровавой банду Никто не простит Для тебя лично я рекомендую Запомнить слова Мудрых пословиц Слово не воробей Вылить его не поймаешь А вторая пословица Она к тебе как нельзя Больше подходит Сколько веревочей не видится Конец всегда будет И еще Пока не поздно для тебя Осознать свои ошибки Человек вправе ошибаться Так что Мой соседушка По области Николаевской Задумайся Над тем Что я для тебя написал Все в твоих руках В том числе и твоя судьба Так как человек сам себя строит Либо счастье Либо горькую судьбу А дальше Алексей Прикладывает запись Своего телефонного Разговора С этим персонажем Разговор Ну знаете Получился разговор Волка С трусом В качестве волка Такого волчара Выступил Алексей Журавка Ну а в качестве труса Вот наш герой Гордей Белов Алло Да-да-да Это Гордей Белов Да, слушаю вас Приветствую я вас Сосед По областям Это Алексей Журавка Беспокоит Узнал меня? Здравствуйте Я читал вашу статью А узнал меня? Узнал тебя Журавка Аааа Ну Когда ж Когда ж мы с тобой Все-таки как-то Вот так в открытую Поговорим по душам Когда ж ты прекратишь брехать Совести у тебя нет А? Алексей, я учитываю Уровень обвинений Которые вы на меня Написали в статью Ага Правда колет глаза Да-да Послушайте Мы задали вопрос Я вам отлично Учитывая уровень обвинений Которые вы на меня Написали в статью Я должен подумать Как я на это Отреагирую Или отреагирую Отреагируйте Пожалуйста В дальнейшем По телефону Обсуждать пикеты Моменты Придавать вам Пикеты Политические баллы И я не намерен Извините Да-а Да что вы говорите По итогу всего Что я могу сказать Если бы у нас было Больше честных людей Таких как Журавка И такие люди Как Белов Занимались бы Своим делом То наверное Проблем В стране Было бы поменьше Вот реально Какое дело у Белова Да ну как показалось мне Поет он неплохо Вот вместо того Чтобы говорить Просто пел Причем желательно О любви А не о патриотизме И все было бы Замечательно Забрало солнце За сопою День Щоб завтра Знову Нам Я Вида Редактор субтитров А.Семкин